Всем привет! В этом видео я покажу несколько способов, как создать траекторию для обработки фаски в программе ArtCam. Вот небольшой пример видео, как это происходит. Рассмотрим первую ситуацию, когда у нас простой квадрат. Вот так это происходит. Да, кстати, обрабатывать мы будем это фрезой под 90 градусов диаметром 8 миллиметров. Вот это фреза, которой мы будем все это обрабатывать. Вторая ситуация, это когда у нас более сложный рельеф. Например, вот такие вот буквы. И такая вот третья ситуация, когда нам нужно сделать фаску намного ниже нашего нуля. Предположим, что верхняя часть это наш ноль. Нижняя часть находится 10 миллиметров ниже. И нам нужно сделать фаску. Вот как это выглядит. Первый и третий способ практически одинаковые. Рассмотрим ситуацию под номером 1. Предположим, что нам нужно вырезать квадрат. Квадрат будет 50 на 50 миллиметров. Создадим. Отцентруем. Значит, что нам надо. Нам нужно нажать на траектории. 2D траектории. И выбрать траекторию обработки по профилю. Значит, первым делом для визуализации нам нужно его обрезать. Мы выбираем наш вектор. Зададим глубину 10 миллиметров. Выберем толщину материала. Тоже 10 миллиметров. А выберем инструмент. Я уже создал инструмент диаметром 6 миллиметров. И нажимаем вычислить. Переходим в 3D вид. Заходим в панель управления симуляцией. И производим симуляцию. Вот. Мы вырезали наш квадрат. Значит, удалим лишние части. Вот у нас есть квадрат. Но мы хотим сделать на нем фаску. Предположим, фаску будет полмиллиметра. Значит, что нам нужно сделать. Мы переходим в траектории. Сначала выключим эту визуализацию. Выбираем траектория. Обработка по профилю. Выбираем втоль. Инструмент. И значит, нужно создать инструмент. Нажимаем добавить инструмент. Выбираем V-образная фреза. Подпишем ее. Например, она будет 8 миллиметров. На 90 градусов. Угол 90. Диаметр 8. Шаг. Поскольку у нас диаметр 8. Под углом 90 градусов. То максимальная режущая часть будет 4 миллиметра. Также зададим остальные данные. Значит, для того, чтобы нам сделать фаску. Нам нужно сместить вектор. Смещаем вектор внаружу на полмиллиметра. Выбираем этот наш смещенный вектор. Значит, конечная глубина. Выберем 1 миллиметр. Нажмем вычислить. Перейдем в 3D вид. И посмотрим симуляцию, что у нас получилось. Вот. У нас получилась очень хорошая и красивая фаска. И сейчас рассмотрим немножко теории. Как это все происходит в теории. А в теории это выглядит следующим образом. Предположим, что это вид сбоку. Вот наша фреза. А вот наш материал. Значит, мы не можем фрезой сразу же заглубиться в наш материал. То есть таким вот образом. Поскольку каждая фреза имеет на конце как бы такую небольшую плоскость. Она может занимать там 2 десятки, может быть полмиллиметра в зависимости от диаметра фрезы. Итак, нам нужно создать дополнительный вектор. Как мы его расширяли на полмиллиметра в сторону. Так вот, мы создаем дополнительный вектор. И как бы наша фреза уходит на полмиллиметра в бок. Вот как мы видим сейчас. Следующим образом мы создаем траекторию вдоль вектора. То есть мы создаем вектор, который находится в полмиллиметра в бок. И мы создаем траекторию вдоль этого вектора. Значит, фреза под 90 градусов. Если мы сдвинулись в полмиллиметра в бок. Значит нам нужно сдвинуться в полмиллиметра вниз. Для того, чтобы край нашей фрезы якобы практически коснулся нашей детали. Если мы, например, в программе пропишем конечная глубина. Полмиллиметра. Тогда это будет выглядеть следующим образом. Вот как сейчас. То есть у нас не выйдет никакой фаски. Но если мы пропишем 1 миллиметр. То есть наша фреза заглубится еще на полмиллиметра вниз. Итого выйдет 1 миллиметр. И тогда наша фаска получится. Можно измерить вот здесь. Ровно полмиллиметра. Также если заглубиться на 2. Допустим. То наша фаска выйдет 1,5 миллиметра. То есть с фрезой под 90 градусов. Очень элементарно это все рассчитать. То есть вы входите в бок на полмиллиметра. Потом вниз на полмиллиметра. Это получается как бы ваш ноль. И потом дальше вы регулируете. Какая фаска вам нужна. То есть полмиллиметра фаска. Миллиметр полтора. Два. Два с половиной. Ну и так далее. Значит. Так же само будет выглядеть. Если вы хотите сделать фаску. Например. Внутри детали. Там в отверстии. В каком-то. То есть вы уходите фрезой в бок. Потом опускаетесь вниз. На такое же самое расстояние. На которое вы ушли в бок. Например. Это не обязательно полмиллиметра. Это может быть 0,2. Например. То есть вам нужно 0,2 уйти в бок. На 0,2 вниз. И тогда это будет как бы ваш ноль. И потом. Вниз. Вы регулируете уже саму фаску. Но немножко сложнее будет, например, с буквами. Сейчас мы это рассмотрим. И кстати. Хотел добавить про ситуацию номер 3. Когда вам нужно сделать фаску. Которая находится намного ниже вашего нуля. Предположим. 0 находится здесь. А фаска должна находиться на 5 миллиметров ниже. То есть в этом вот месте. Вам сначала нужно создать дополнительный вектор. Который будет на полмиллиметра, допустим, в бок. То есть для того, чтобы наша фреза могла уйти в полмиллиметра в бок. Потом знать расстояние. Точнее глубину, которая у нас будет. Эта глубина равняется 5 миллиметра. И полмиллиметра мы ушли в бок. Итого будет 5,5 миллиметров. Это будет выглядеть вот так вот. Если мы здесь в значении пропишем 5,5. Будет выглядеть следующим образом. И дальше. Если мы хотим сделать фаску. Например, на полмиллиметра. То есть мы добавляем к этим 5,5. Еще полмиллиметра. Итого выйдет 6. И будет выглядеть следующим образом. И тогда у нас получится фаска ровно полмиллиметра. Следующее мы рассмотрим, как сделать фаску на сложенных векторах. Например, такие как буквы. Создаем вектор букв. Надо создать. Нужно брать или нужные вектора. Первое, что мы сделаем, это обработаем их по профилю. Выбрать инструмент. Я выберу фрезов 3 миллиметра. Выбираем наши буквы. Конечная глубина будет 10 миллиметров. И обработка снаружи. Нажмем вычислить. Уберем нашу старую траекторию. Значит, вот у нас вырезались наши буквы. Уберем лишний материал. И сейчас покажу, что будет, если мы сделаем, как в предыдущей ситуации. То есть мы просто сместим наши вектора. Это будет неправильный способ. Но я вам покажу, для того, чтобы вам было наглядно понятно. Значит, мы выбираем наши вектора. Сместить вектора. Значит, не нужно по отдельности смещать внутренние и наружные. Можно просто сразу выбрать все вместе. И просто их сместить. И нажимаем сместить. Вот так. У нас получилось, что внутренние вектора смещаются во внутреннюю сторону, а наружу не в наружу. Ну, то есть, поскольку у нас траектория уже создана. То есть, когда мы нажмем, эти вектора автоматически уберутся. То есть, нам нужно сначала выбрать траекторию, если она уже создана. Потом выбрать вектора. Нажать сместить. А один миллиметр. На полмиллиметра мы сместились. И для того, чтобы получить фаску в полмиллиметра. Переходим в 3D вид. Симуляция. И вот, что у нас получилось. Значит, смотрим внимательно на вот эти вот части. Что фреза при фрезеровке. Она выфрезеровала как бы внутреннюю часть. А тут она не смогла выфрезеровать, поскольку фреза была 3 миллиметра. А здесь расстояние намного меньше, чем 3 миллиметра. Также фреза оставила свои радиуса во внутренних других частях. Также здесь мы можем заметить, что тоже фаска у нас неравномерная. Так вот, сейчас я покажу, как это исправить. Мы удаляем нашу симуляцию. Создадим заново симуляцию. Там, где просто обрезаются наши буквы. Без фаски. Для того, чтобы нам создать правильную фаску, нам нужно изначально создать траекторию обрезки наших букв. Траектория у нас уже создана. Нажимаем показать. Вот наша траектория. Значит, траектория создается всегда по центру инструмента. То есть, у нас диаметр нашего инструмента в данный момент 3 миллиметра. У вас это может быть, я не знаю, ваш инструмент, допустим, 6 и так далее. То есть, от нашего вектора у нас в данный момент 1,5 миллиметра, поскольку диаметр 3. Вот, 1,5 миллиметра. То есть, нам нужно создать дополнительный вектор, который будет находиться в полмиллиметра от того вектора, который есть сейчас. Вот у нас есть вектор. И нам нужно создать из этой траектории, которая будет находиться в полтора. То есть, нам нужно сместить нашу траекторию, которая уже есть, на 1 миллиметр вовнутрь. Вот, мы ее смещаем. Измеряем. И у нас получается полмиллиметра. Дополнительно созданный вектор. И вот, обратите внимание, что он созданный из траектории. И он повторяет, как бы, траекторию, а не повторяет именно тот вектор, который мы обрабатывали. Поскольку у меня уже создана траектория обработки фаски, то сначала ее нужно открыть. Потом нужно выбрать созданную траекторию обрезки. Потом мы нажимаем сместить. Вовнутрь обязательно. Скругление и смещение. Вот она создалась. Значит, мы сместили ее на полмиллиметра вбок. И опустим ее на 1 миллиметр вниз. И тогда мы получим фаску полмиллиметра. Нажмем вычислить. Перейдем в 3D вид. Нажмем симуляция. Значит, теперь смотрим. И в таком случае у нас получилась просто идеальная фаска во всех углах, со всех сторон, как здесь, так и в этих углах. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал. И до следующих видео.